14 марта глава Дагестана Сергей Миликов провел оперативное совещание. На повестке дня обсуждались исключительно актуальные вопросы для региона, а именно соответствие строящихся в Махачкале многоэтажных домов требованием сейсмоустойчивости, возведение и капитальный ремонт социальных объектов, а также незаконное строительство многоквартирных домов. В Дагестане эта проблема одна из самых распространенных и устарелых, отметили на встрече. В текущем году на территории столицы республики было выявлено 400 многоэтажных домов, возведенных с большим количеством нарушений и не соответствующих сейсмическим нормам. По этому делу было решено часть домов ввести в хозяйственный оборот, а некоторые снести. Сергей Миликов также заявил, что за сложившуюся ситуацию понесут ответственность все причастные к незаконному строительству. Глава республики напомнил о землетрясении в Турции и Сирии, которые оставили за собой разрушение и унесли с собой немалое количество жизней. Не нужно ждать трагедии, чтобы в полной мере учитывать сейсмостойкость при строительстве. В этом направлении необходимо принимать исчерпывающие меры и строго контролировать процесс возведения объектов, отметит глава региона. К данному заявлению присоединился и премьер-министр Абду-Муслим Абду-Муслимов и заявил, что в Махачкале находятся 408 незаконно возведенных домов. На сегодняшний день по всем объектам выданы заключения и переданы в администрацию. Для урегулирования данного вопроса и решения проблемы с незаконной простройкой в Минстроем Республики Дагестан продолжают фиксироваться факты незаконного строительства. В ближайшее время в рамках подготовки материалов при разработке генерального плана столицы специалистами будет проведено сейсмическое районирование в отдельных частях города, где наиболее высока вероятность сейсмической активности. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Махачкалы Резван Газимагомедов. Аси Ату Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.